Если еще в начале февраля среди работников образования учеников школ фиксировали существенный прирост заболевших, то на предпоследние недели месяца число зараженных существенно снизилось. Специалисты связывают показатели улучшения с заочным форматом обучения 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов. Сегодня я провел консультации с главным санитарным врачом, который в принципе выразил свою позицию, что допускает в их учеников из дистанта научную систему образования. Но при мониторинге среды четверга-пятница заболеваемости. Решение о продлении или закрытии дистанционного обучения примут до конца рабочей недели. Скорее всего, педагоги должны будут ежедневно мониторить ситуацию в классах и сообщать данные о числе зараженных. На сегодняшний день в Самаре на карантин закрыты 15 классов. 11 718 школьников находятся на больничном по причине ОРВИ и 959 человек проходят лечение в связи с положительными ПЦР-тестами на COVID-19. Сколько вам нужно времени для того, чтобы подготовить все необходимые нормативные акты и чтобы детишки у нас пошли учиться в понедельник? Если в пятницу решение мы примем, мы готовы за пятницу все заработать. На особом контроле профильных ведомств и ревакцинация граждан в Минздраве в очередной раз напомнили, что повторную прививку необходимо делать уже через полгода после ее первого компонента. Ревакцинацию уже прошли 296 923 человека. Для того, чтобы обезопасить себя, близких и окружающих, нужно по-прежнему следовать требованиям регионального Роспотребнадзора и постановлению губернатора, надевать маски при входе в общественный транспорт, продуктовые гипермаркеты, крупные офисные и торговые центры, а людям с подтвержденным COVID-диагнозом соблюдать изоляцию в течение 7 дней. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События.